Саламу алейкум, Хурметто, Казахстан. Вот сегодня новость еще одна. Баннер «Северный Казахстан. Русская земля» разместили на заборе посольства Республики Казахстана в Москве. Вот он сам баннер, видите, написано «Северный Казахстан. Это русская земля». Баннер «Северный Казахстан. Русская земля» разместили на заборе посольства Казахстана в Москве, сообщает российское издание ОВД. В Москве из-за акции у посольства Казахстана задержали участника патриот по имени Антон. Об этом товарищи Антон сообщили правовой бот ОВД-Инфо. По словам товарищей, полицейские увели Антона в сторону посольства. На связь он не выходит. Поводом для задержания сообщившие, читают баннер «Северный Казахстан. Русская земля», появившийся на ограде посольства, говорится в сообщении. Инцидент произошел 11 декабря. На следующий день, после того, как председатель комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, ведущий программы «Большая игра», Вячеслав Никонов заявил о том, что Россия якобы подарила территории Казахстана. Российское издание уточняет, что задержанного здания посольства Казахстана позже отпустили. Также в заметке сказано, что другая акция произошла у посольства Казахстана днем ранее, 10 декабря. Активисты приковали себя наручниками к забору казахстанского дипломатического учреждения. Редакция МИА «Кастак» уже запросила официальный комментарий в Министерстве иностранных дел Казахстана. Напомним, ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов в эфире государственного российского телеканала заявил, что Казахстан просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана это большой подарок со стороны России и Советского Союза, заявил Никонов в эфире федерального телевидения. 12 декабря Министерство иностранных дел Казахстана передало российскому дипломату ноту в связи с заявлением депутата Госдумы. Позже Никонов заявил, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, а также выразил самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана. Председатель комитета по международным делам, отношениям, обороне и безопасности Сенат-Парламента Казахстана Мухтар Кульмухамед, комментируя заявление Никонова, отметил, что слова депутата Госдумы являются политической безответственностью и оскорблением. Ну вот, друзья мои, я вчера вот тоже об этом выкладывал два ролика, именно об этом инстиденте, можете посмотреть у меня на канале. Ну что я хочу добавить, конечно, свое собственное мнение по данному факту. Это о чем говорит, друзья мои, да, это говорит о том, что в России все-таки есть те силы, которые вот именно вот накручивают вот эту тему, знаете, раскручивают эту тему. То есть поэтому нам нужно быть очень внимательным, я считаю, тем более я сам живу здесь на севере Казахстана, я вижу, что здесь у нас нету ни одного маломальского такого, знаете, войска. То есть я считаю, что здесь в Петропавловске должно стоять какое-нибудь военное подразделение. У меня тут есть вот училище, но там, сами понимаете, это военное училище, студенты. Поэтому я считаю, что профессиональное военное формирование должно находиться здесь на севере Казахстана. Я высказываю свое личное мнение. И также я считаю, что для того, чтобы не появлялись вот эти вот сепаратизм, чтобы он здесь на севере не культивировался, да, для этого нужно срочно город Петропавловск переименовать Казалжар. Это вот мое личное мнение. То есть выбить у них вот эти вот столбы, на которые они строятся, весь этот сепаратизм. Потому что местные сепаратисты, они думают, что если Казахстан не переименовывает города, свои же города, да, то и значит она боится, понимаете. То есть они так считают. И поэтому у них появляется вот этот вот дух, то есть появляется у них вот эта вот решимость, что раз они боятся, значит можем мы этот Петропавловск, значит, присоединить, либо вообще отделиться от всех, вот как ДНР, ЛНР, например. Поэтому мое личное мнение, что нужно обязательно переименовать Петропавловск к Казалжар, ввести сюда профессиональные войска, я считаю, что здесь должно быть на границе, то есть укрепиться. И тогда я думаю, что тот шовинизм, тот сепаратизм, который подпольно существует здесь, на севере Казахстана, он сам с собой рассосется, понимаете. То есть пока вот таких действий не предпринимает наша власть, то конечно она, этот сепаратизм не стоит на месте, он все больше и больше и больше. Тем более, что у нас вот, я знаю, что здесь казачество, также у нас существует казачество, атаман Захаров, который я сколько раз уже видео размещал о том, что этот атаман Захаров поддерживает фашистского генерала, гестаповца СССР, который, значит, участвовал в уничтожении во второй войне, понимаете, уничтожении целых деревень. То есть и этот же атаман, который здесь в Петропавловске имеет самый большой рынок в городе, в центре города, и он превозносит этого фашиста. Вы понимаете, вообще вот я вообще не понимаю, куда смотрит власть. То есть я считаю, что на основании вот этого всего нужно казачество полностью запретить, то есть как общественное мнение надо его запретить. Я всегда об этом говорю, что подвергать репрессиям этих бедных казачков не нужно, как жили, пусть так и живут, как работали, пусть так и работают, но самого военного формирования не должно быть, понимаете, не должно быть военного штаба у них, не должно быть у них военного форма одежды. То есть у них выстроена полностью пирамида власти, структура, военная структура, понимаете. То есть остается только отдать им оружие и вперед. И ко всему к этому еще у нас здесь на севере Казахстана существует еще, открылись общественные объединения, десантники какие-то, союз десантников. То есть те, которые... То есть у нас, например, да, вот как вот войска, десантные войска, они вот отмечают, день десантников здесь отмечают на севере, да. То есть я знаю, что у нас в Казахстане это не наше войско, это российское войско, десантники, понимаете. Это войска дяди Васи. То есть они вот именно на 2 августа здесь проводят, несмотря на коронавирус, проводят здесь парады свои, то есть маршируют тут по городу. И я вижу, что это общественное объединение, вот десантник, союз десантников Казахстана, он не только у нас, то есть начался у нас, и теперь он открывается и в других областях Казахстана. То есть я за этим тоже вижу угрозу. Если они эти молодые любят, любят так десантуру, да, то пусть едет и служит у себя там в России, в своих десантных войсках. Нет, он вот молодой человек, вот этот, да, он здесь ходит, вот и создал это общественное объединение. Я слышу от ребят, что они собираются где-то там в гаражах, непонятно, что они там делают в этих гаражах там. То есть вот именно вот такие вот, значит, общественные объединения, как десантники, казачество, то есть все это нужно ликвидировать. Это мое личное мнение, я так считаю. И обязательно нужно город переименовать, чтобы не давать им вот эту вот пищу для сепаратизма, для шовинизма, чтобы не было у них уверенности, что Казахстан якобы наша власть их боится, кого-то там. То есть надо поставить, что кто в доме хозяин. Раз это наш город, то есть границы наши уже давно расчерчены. Все, как сказать, независимость, суверенность республики Казахстан уже давным-давно, это в 91-м году мы уже получили. Поэтому нужно, я говорю, просто показать, кто в доме хозяин. То есть для этого нужно переименовать город, убрать все эти казачества, десантуру и ввести войска сюда, регулярные войска на постоянной основе. С вами был Яргали, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, что вы думаете по данному поводу. Ну и также помогайте развитию на моем канале. С вами был Яргали, с уважением. Саламу алейкум, рахмату ллахи, ва баракату. Давайте будем беречь нашу независимость, наш суверенитет, друзья мои.